Мои родные, любимые, христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости, веселья в Господе. Я даже не один вам этого желаю с моим пум-пумышем. Да? Чего тебе, мой молодец? Ну? Ну? Синечка. Ой, так, у меня вечер, у нас дожди несколько дней, комары жут сейчас варятся вообще. Я поэтому буду двигаться и махать руками, чтобы меня не сажали. Уже вечер, уже поздно, у меня сейчас темнеет будет. Но не хочу вас оставить без слова Христова, без слова Божьего. Вы знаете, что настанут времена. Иди, мой синочка, мути мой холющий, тюти, на ручки к папе хочешь. Ура, комаров жуть! Вот, ну, вы знаете, что настанут времена, когда будет не голод хлебный, а голод Слова Божьего. Так что не хочу вас оставить. Я хотел кратенько сказать, без всякого писания, без ничего. Почему я верю, что писание, как у нас на русском это переведено Библия, это истина, не, конечно, не стопроцентная, там есть искажения. Но почему я верю этим писаниям, почему я читаю, почему я их исповедую, почему я по ним проповедую. Я кратенько постараюсь, хотя я это редко умею делать. Первое, это, конечно же, личное свидетельство. Сам, прочитав Евангелие, я покаялся, я, Бог посетил меня. Бог, вернее, в общем-то, кто мою слышал, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Кто слышал мою историю, где я рассказывал свою жизнь о своем покаянии, предшествии Господа, то сам Господь мне сказал, во-первых, купить ее, вы помните, как я ее купил, как я услышал голос Иоанна Крестителя, можно сказать, да, как я пришел к реке Иордан, как я принял невидимое водное крещение, потом, как я исповедал меня Господь, как я пошел, узнал, где Он, узнал, кто Он, как живет, и потом я пошел за ним в пустыню, оставив все, и потом я оттуда вышел и стал жить полной евангельской жизнью, да. Это все благодаря той, тем писаниям, в частности, Евангелие, то есть книге о жизни и учении Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, от Давида, но который есть сущий над всем Бог, Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот это то, что я личным знаю, да. Я проповедую не бумажного Бога, вот, я проповедую живого истинного Бога Иисуса Христа, две тысячи лет тому назад, пришедшим во плоти, проложив нам всем путь, дав пример собою в жизни, как нам свободно войти в вечное Его Царство. Это первое, самое главное, конечно же, это личный опыт. Ну да, мой сыночка, да-да-да. Ну а второе, это свидетельство в самом Писании, да. Книга Откровения великолепно нам об этом говорит. Я даже верю, что, возможно, на первых рукописях так и подписывали, но книга Откровения так и написана. Более того, это не слова автора, слова самого Иисуса в духе сказавшего Иоанну, что если кто приложит или убавит от этого Писания, то на того наложу язвы, да. И я верю, что так было. Более того, я верю, что кто-то испытывал эти слова. Я верю, что Господь не оставался неверным в своих обетованиях. Люди получали достойное того, что они пытались проэкспериментировать. Ну и слово оставалось в его Писании его цельными и неповредимыми. Но, во-первых, вы помните, что мир богочеловечен, да, и мы созданы по его образу и подобию, мы обладаем точно такой же свободой. Вот. И плюс, даже не со зла, но мы совершаем иногда, не специально, но мы можем погрешать, да, порой даже в неведении. Поэтому у нас остаются еще два варианта. Конечно же, Господь попускал, что Писания писались не перстом Божьим, а рукой человеческую. Это раз именно поэтому они такие живые, истинные, да, и сердцу очень приятные, потому что это тоже есть соучастие человека с Богом все вместе. Вот. Поэтому, конечно же, там много человечного тоже достаточно. И мы должны это все различать. Вот. И это раз, но это даже не пункт, а я хотел два пункта по поводу искажений сегодня сказать. Это всем очевидно, что Писание писали люди, я надеюсь. Вот. А искажения могут быть двух вариантов. Первое. Сам еще Петр, помните, в своем втором послании свидетельствовал, что уже в его время, цепляясь за нечто неудобное вразумительное в посланиях, в частности, он говорил о посланиях апостола Павла, а свое второе послание он писал предсмертное, уже будучи, видимо, старцем, как мы понимаем. Уже было достаточно посланий, было, возможно, Евангелие уже не одно написано. Но он говорил, что у Павла, а у Павла действительно, благодаря его языку, его мышлению, есть вещи не очень удобные, вразумительные, да? И люди за это цеплялись и искажали Писание. И где не написано, что Бог там на них язвы накладывает, и Петр об этом ничего не говорит, да? То есть искажаться Писание могут люди. Могут. Но, как мы видим, до нас все дошло, и искажают их и до сих пор пытаются. Это что сделано специально. Мы видим, что это делали еще от начала. И мы не видим, что Петр говорит, что там их Бог покарает. То есть люди будут цепляться за это. Но при этом до нас дошли эти Писания. Так что сколько бы ни пытались они там искажать, ничего у них не получалось. И второй фактор – это случайность. Это человеческий фактор. Любой перевод, вы понимаете, это смысловой. Мы с вами живем, в частности, я в России, через две тысячи лет после евангельских событий, сколько раз уже переводились Писания. Но, несмотря на это, Божьим промыслом находятся и рукописи древние. И сверяя их, сверяя там разные переводы, септуагин, который был сделан там еще до евангельских событий, там, Ветхого Завета. То есть мы видим, что искажения минимальные и незначительные. И порой они даже не столько смысловые, сколько грамматические. Хотя есть и смысловые. Но опять же, вся совокупность, орлиный взгляд с высоты птичьего полета нам открывает истину, и мы можем спокойно поправлять эти все вещи. И все. Ой, вы жуть не представляете, что тут у нас. Когда дождливая погода, уже после шести невозможно. А сейчас уж, наверное, сколько времени-то я... Ой, у меня полвосьмого уже, я заковырялся на огороде. Вот так вот. И прибавить хочется к Новому Завету, так как вот эти слова Господь Иисус в Духе сказал Иоанну по поводу того, что Писание, кто приложит и любавит, я наложу язвы. И это было сказано, но нам в книге деяний или там в каких-то посланиях не оставлено никаких доказательств, было ли такое, да, кто прибавлял или убавлял. Искажали, да, перевирали. Причем там слово стоит, в принципе, если до нас это правильно дошло. Петр говорит, перевирали. Они не искажали, они просто перевирали. То есть по-своему говорили. Ну, они понимали, что они говорят неистину. То есть чуть-чуть одно слово умясняешь, действительно, смысл меняется. И он не говорит, что они там апостола Павла подменяли. Хотя Павел в сам Фессалоникийской церкви, помните, тоже пишет, что в принципе некоторые пишут послания как бы от нас постные. То есть подлох может быть. Мы все это должны исследовать. Вот. Ну, кто этими вещами занимался, тот убеждался, что сам канон Библии совершенен, так скажем. То есть даже есть отделенные неканонические книги, пусть они под сомнением, хотя тоже каждый, многие чувствуют их и понимают, и в чем там смысл, и как их определить. Ой, меня заели еще минутку, надо и заканчивать. Я хотел, да, я немножко не так пошел, хотел сказать, вот там-то на словах нам сказано, и больше в истории нам не оставлено, по крайней мере, в писаниях Библии, Нового Завета, как действительно было ли такое в истории, что кто-то пытался прибавить или убавить, и там Господь действительно хранил. Но по примеру Ветхого Завета мы можем совместить эти двух свидетелей, одного из Нового Завета взять, одного из Ветхого. Вот из Нового мы слова возьмем, которые существуют, а из Ветхого мы возьмем пример со Скинией. Вы помните два случая, напомню своими словами, вы должны их или знать, или скоро узнаете, мы будем, ну как скоро, когда мы там Ветхий Завет, я буду потихоньку читать, за пару лет, может, одолеем. Зато вы на всю жизнь это будете знать, эти все вещи потом, когда слышите от проповедников какие-то. Я уверен, что они залягут к вам на всю жизнь в память. Был и случай, когда Скинию эту, кто знает, это такой, я его, правда, гробиком называю, это такой сундучок, где Господь там был, все вот это, палатка, и когда уже они там, Израиль опять был нечестив, ой, не буду я долго распыляться, короче, его враги взяли. И кто помнит, в этом городе пошли язвы, какие-то там несчастья, я уж сейчас дословно не помню суть. Кто знает, этот Скинию враги сами Израилю отправили, сами, потому что на них пошли одни несчастья. И Бог сам, сам, хотя, в принципе, Бог попустил, чтобы Израиль победил, победил мы и был, да, и они одолели и взяли, потому что они прошли против тоже Бога. Но видите, как Господь как бы этот, Израиль вразумляет, ну, когда, как сказать, вразумил его этим поражением, ну, Скинию свою, говорит, нет, я верну. Подобный случай, что помните, даже сам Израиль, когда нес эту Скинию, то есть нести ее могли только левиты, да, когда один не левит прикоснулся, причем, в принципе, с хорошей мыслью, казалось бы, подправить. Они как-то там, я не помню, что там сейчас точно уж споткнулись, или что, ну, просто стало крениться, да, я не помню, там, весь текст, почему, говорю, у меня в текстах нет, но вы должны это или знать, или слышали, и один из не левитов поддержал, казалось бы, хорошее дело, он рукой удержал там все, да, все стали падать, или он там подпер, и вот тут же Господь поразил, и он умер, этот израильтянин, только потому, что он не принадлежал к священническому роду, который Господь отделил колену левинов. Вот так вот, вот благодаря этому, я верю, что описание, первое, конечно, это личное свидетельство, благодаря которому я покаялся, Господь не открылся, никогда в жизни ничего подобного со мной не было, чего я только не читал, чего я только, и я говорю, я не от книжки покаялся, я рассказывал, да саму книжку я пошел покупать только потому, что ведь Господь не стал мне светом, как апостолу Павлу открываться, да, вернее, он так мне и открылся, но он сказал, пойди купи Библию, ну, я кто хочет посмотреть, у меня есть ролики о моем покаянии, о моей жизни, я там это уже много раз говорил, вот, и с этого все началось, то есть как бы, поэтому я вижу в этом истину, и вот так вот, ну, так кратенько все, меня уже поели, на руках живого места нет, на ногах, на голых, я вот немножко оделся, но это не особо помогает, все, не хотел вас оставить, без слова, чтобы сейчас ролик чуть-чуть помонтировать, на ночь поставить, у меня беда с интернетом, что-то стало опять в деревне, поэтому, чтобы завтра вы что-нибудь послушали, посмотрели, были тверды в вере, в уповании и в жизни, в чем, в любви друг к другу, по образу учения Иисуса, в радости жизни, в мире с Богом, святостью тела и души, и по возможности со всеми, но это не всегда бывает, есть люди нам противящиеся, и так далее, были кротки, смирены, долготерпеливы, уповали на Бога, во всех делах своих, все, всех вас нежно, целую, крепко обнимаю, прощаюсь, до следующего ролика, пишите ваши комментарии, мысли, размышления, ставьте обязательно лайк, делитесь им, с кем считаете нужным, задавайте ваши вопросы, я буду стараться на них, на всех, возможно, видеоформате отвечать, все, подписывайтесь на канал, до встречи в следующем ролике, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Продолжение следует...